Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с налоговыми последствиями, которые возникают при выплате единовременной помощи пострадавшим от пожара. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном письме рассматривались налоговые последствия применительно к НДФЛ, а также последствия применительно к страховым взносам. В том случае, если выплачивается какая-либо помощь единовременная пострадавшим от пожаров. Применительно к страховым взносам Минфин указывает на то, что основанием для освобождения таких выплат от страховых взносов является подпункт 3 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса. При этом Минфин указывает на то, что применение данной статьи не зависит от размера выплачиваемой единовременной помощи. Иначе говоря, сумма единовременной помощи может быть любой. В любом случае, она будет освобождена от страховых взносов. Что касается налоговых последствий по НДФЛ, то Минфин также допускает освобождение единовременной выплаты от НДФЛ в соответствии с пунктом 46 статьи 217 Налогового кодекса. Но при этом Минфин указывает на то, что должны быть соблюдены определенные условия. Во-первых, указывается на то, что пожар не должен быть умышленным. И, кроме того, указывается на то, что необходимо подтвердить, что пожар был документами от Государственной противопожарной службы. Ну, возможно, и другие документы также могут подтверждать соответствующее чрезвычайное обстоятельство. Таким образом, как налогоплательщикам, так и работодателям, которые выплачивают единовременную помощь в связи с пожаром, необходимо принять во внимание данное письмо в целях правильного определения своих налоговых обязательств. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.